Вдвое больше денег на ребенка и новый прибор, чтобы выявить алкоголь в крови водителей. Об этом и другом расскажем в коротких новостях. Отличные новости для молодых родителей. Президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении детских пособий. Речь идет о ежемесячных выплатах по уходу за детьми до полутора лет. Минимальный размер его теперь составляет почти 7 тысяч рублей, вместо прежних полутора тысяч за первого ребенка и трех тысяч рублей за каждого последующего. Максимальный размер пособий увеличен с 6 тысяч рублей до 13. Деньги получат и неработающие россияне, в том числе студенты. Также закон защищает выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет от взыскания долгов по суду. Российских водителей намерены проверять на трезвость. По-новому в ГИБДД представили прибор, способный за несколько секунд определить, пьян ли водитель. Новое устройство не будет похоже на алкотестер и позволит за полчаса проверить сразу несколько водителей. Проект методики уже отправлен в общественную палату для обсуждения. Жителям страны предрекли арктическое вторжение после аномальной жары. Резкое изменение погоды обещают синоптики центра ФОБОС. Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в России ожидается жара до плюс 40-42 градусов в некоторых регионах. Сейчас же речь идет о том, что вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. Поток холода будет пробиваться все дальше вглубь континента. Из-за этого прогнозируется череда дождей с грозами. Социальная сеть ВКонтакте научилась переводить голосовые сообщения в текст. Новая функция уже работает. Разработчикам пришлось создать сразу три нейросети. Одна распознает голос, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки припинания. Интересно, что пользователи могут переводить в текст не только полученные голосовые сообщения, но и отправленные. Функция распространяется на сообщения короче 30 секунд. В будущем разработчики планируют создать версию для компьютера, а также научить программу распознавать более длинные голосовые сообщения. Вера Баранова, Вероника Самошкина, телерадио-компания «Сигма», для «Анору-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова